Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Несколько лет назад сибирские хаски стали очень популярны. Правда, хозяева собак не всегда учитывали, что хаски – ездовые псы и не вполне годятся на роль милых домашних питомцев. Горожане охотно заводили пушистых голубоглазых щеночков, а потом, когда они вырастали в свободолюбивых крупных животных, отказывались от них. До сих пор хаски считаются одной из самых часто встречающихся пород в приютах для бездомных животных. Жительница Филадельфии Мэрил Квинс решила завести себе маленького щенка. Она несколько дней просматривала приюты поблизости и их информацию о животных, что они подавали на сайтах. В тот вечер она намерена была выбрать себе окончательно, кого же она заберет домой. Но уже через полчаса поисков она забыла о своем решении. Ведь нашла очень странное сообщение на странице одного небольшого приюта. Там рассказывалось о собаке по имени Джек, порода хаски. Прекрасный пес, множество фото. Пушистик даже понравился ей, но информация о нем была очень странной. Пса невозможно было без проблем забрать. Потенциальным хозяевам нужно было пройти специальный тест для получения полной информации. И то ее бы предоставили только в случае, если бы хозяева подходили к псу и готовы были бы его забрать. А все дело в том, что против пса ополчился целый американский штат Мэриленд, и ему туда въезд воспрещен. Девушка создала в Твиттере сообщение, и оно набрало колоссальные популярности. Теперь всем интересно, что же натворил Джек. Согласно описанию малыша, ему все четыре года. Его оставили одного еще совсем маленьким. Он очень хорошо знает некоторые команды, приучен к чистоте и порядку. Мальчик умеет играть с детьми и знает о том, что они маленькие и обижать их нельзя. Очень веселый и милый. Джек очень хорошо физически развит. Поэтому для него очень важно жить в вольере с высоким забором. Или же в доме с таким же. Ибо хозяевам может предоставить много проблем то, что Джек любит прыгать. И все бы ничего, но дальше в сообщении писали очень странные вещи, из-за которых Мэрил и решила сделать шутливый пост о поступках маленького пса из приюта. У девушки в голове не могла уложиться такая странная ситуация. К сожалению, из-за кое-какого проказничества, которое Джек натворил, когда был помоложе, он не может быть законно взят из приюта или проживать в штате Мэрилэнд. Он не может быть взят законно из приюта или же проживать в штате Мэрилэнд. Наш приют решил засекретить данную информацию от распространения. Но не волнуйтесь. Если вас заинтересовал этот пес, лучшего вы не найдете нигде. Он прекрасный и заслуживает жить в хорошей семье. Будущим хозяевам эту информацию мы откроем. А пока не стоит судить по обложке. Этот пес – идеал этой породы. Жительница Филадельфии посчитала эти строки очень странными. Девушку заинтересовал данный пес настолько, что она и забыла от первоначальной идеи посещения сайта приюта животных. Она была поглощена идеей поиска причины запрета для Джека жить в том штате. Она стала искать любую информацию в сети, но абсолютно ничего не нашла. Лишь только то, что в то время с участием Хаски был лишь один инцидент в американском штате Мэрилэнд. Полицейскому пришлось подстрелить пса ради своей безопасности. Но по возрасту пес не совсем подходил по описанию. Мэрил съедала эта мысль, и она никак не могла справиться с любопытством. Она даже ездила туда и пыталась расспросить работниц приюта. Но те решили отказать девушке, даже несмотря на долгую дорогу и ее мольбы. Тогда девушка стала писать у себя в Твиттере про эту самую ситуацию, и со временем ее Твиттер стал популярным, и история пса, как и приключения девушки, стали интересны всем. У девушки появилась отдельная рубрика «Что же натворил Джек?». Мэрил также рассказывает о состоянии Джека. Она периодически теперь ездит помогать тому самому приюту и узнает различные истории. Хотя девушке еще ничего толком не рассказали, дабы защитить пса. Она знает лишь то, что в конкретно этом приюте малыш уже год, и им интересовались множество раз. Но до дела так и не доходило. К сожалению, предложение о Джеке остается открытым, и ему до сих пор разыскивают семью. Один из комментаторов отметил, что секрет неудач Джека может быть в его отношении к котам. Согласно законам Мэриленда, если домашний питомец напал на другое животное в общественном месте или укусил человека, его требуется усыпить. Поэтому, возможно, предыдущие хозяева спасли щенку жизнь, вывезя его за пределы штата, и с тех пор он ищет себе новый дом. Хотя это только одна из самых подходящих версий. И ограбление зоомагазина, о котором писал еще один пользователь под постом Мэрил, отметать нельзя. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.